Новым главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу. 38-летнего Бату Хасикова, исполняющим обязанности руководителя, назначил президент Владимир Путин. Хасиков не только всемирно известный спортсмен, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, боевому самбо, рукопашному бою, но и популярный актер. Он снялся в таких фильмах, как «Бой с тенью 2» и «3», «Последний раунд», «Красные горы», «Воин». Как и предсказывали некоторые политологи и, как и говорили источники телеканала «РСВИА», в России произошел очередной, как это принято называть, «губернаторопад» — массовая отставка губернаторов. Накануне стало известно, что пост главы Калмыкии покидает Алексей Орлов. Кроме того, в отставку ушли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Алтая Александр Бердников. Их сменили, соответственно, Алексей Текслер и Олег Харахордин. В чем причина нового губернатора Пада и кто пришел на замену бывшим руководителям трех регионов, об этом поговорим с политическим корреспондентом «РСВИА» Ириной Нагорных. Ира, приветствую тебя в студии. Добрый день. Ты счастлива? Это я все думаю о голосовании, которое у нас продолжается. Ну, я счастлива, что есть счастливые моменты. Слава богу. Всех ли я назвал губернаторов отставленных и счастливы ли они? Ну, о счастье с ними пока еще не представилась возможности поговорить. Они все, так сказать, получают свои полномочия. Если можно посмотреть графику, на которой представлены регионы, которым предстоят в сентябре перевыборы губернаторов, то мы увидим, что 16 регионов примерно где-то будет в сентябре переизбирать своих глав. Уже известно, что больше половины, скажем так, не смогут подтвердить свои полномочия. Вместо них будут назначены новые временно исполняющие обязанности. И, в частности, например, в 8 регионах уже назначены временно исполняющие обязанности, 8 еще предстоят. То есть целый блок переназначений был в прошлом году. И сейчас тоже уже вот этот губернаторопад, как ты правильно выразился, он продолжается. Соответственно, самые тяжелые, пожалуй, регионы, которые получили уже временно исполняющих обязанностей, ну, это, наверное, Санкт-Петербург все-таки. И теперь те регионы, про которые ты сказал, Алтай, Калмыкия, они интересны тем, что они совсем крохотные. Там небольшое количество избирателей, пожалуй, они, ну, скажем так, как соразмерные какого-нибудь округу депутата Мосгордумы, одному-единственному округу. Да, ну вот мы видим эту графику, да, которую нам подготовили наши специалисты. Вот это вот те регионы, в которых, возможно, турбулентность. Забайкаль, Липецк, Сахалин, Санкт-Петербург и еще, так сказать, четыре региона. Вот Башкортостан получил очень интересное назначение. Туда пришел человек, который работал долгое время в администрации президента. И, пожалуй, такое же назначение интересное касается Алтая, где пришел к руководству сейчас Олег Харахордин. О нем я чуть скажу позднее. А вчера назначения начались, пожалуй, с анонса Владимира Путина, который на встрече с лидерами России, это конкурс президентский, конкурс управленцев, он сказал, что он забирает первого замминистра энергетики Текслера, ну, он сказал, на повышение. Давайте послушаем, как он о нем сказал. Продолжение следует... Владимир Путин, это новый глава Калмыкии. Владимир Путин тоже у нас известный спортсмен, но Бату Хасиков... В другом виде единоборств. Да, это один из его победных боев. Мы увидели небольшой фрагмент. Я напомню, что Бату Хасиков с 2014 года завершил свою спортивную карьеру. Он чемпион мира по кикболсингу. И теперь он возвращается в родной регион. Он не просто спортивный человек, он уже давно в политике. Он был и в Совете Федерации, и депутатом региональным. И сейчас он советник Росмолодежи. Хорошо, но пока Владимир Путин и господин Текслер, которые теперь исполняют обязанности руководителя Челябинской области. Все верно? Да, вернемся к Владимиру Путину. Не знаю, слышали вы еще или нет. Я хочу забрать из министерства одного из ваших коллег. Это первого заместителя Текслера. Достоин. Да. Ну и у всех у нас определенная была тревога, что мы забираем слишком много людей. До этого еще заместителя забрали. Но я вот смотрю на вас, смотрю на вашего коллегу и думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве. Есть те, кого в самом министерстве двигать, есть те, кого можно будет взять на вырост, на другую самостоятельную работу. Алексей Текслер довольно долго ждал назначения. Я напомню, что он входил в кадровый резерв, так называемую губернаторскую школу первого призыва. Это как раз те кандидаты, которые прыгали со скалы. Это, так сказать, новость обошла в буквальном смысле слова. Это была проверка на, так сказать, возможность преодолеть свои какие-то эмоции в стрессовых ситуациях. Он, я так понимаю, ее прошел. Но, тем не менее, с 2013 года он работает в Минэнерго, а сам он выходец из норникеля. И, конечно, теперь главная интрига в Челябинской области заключается в том, что каким образом он наладит контакт с местными элитами. Потому что ситуация в том, что большое влияние в регионе имеет Виктор Рашников. Это один из крупных промышленных магнатов. И без его, скажем так, договоренности с ним представитель Норникель довольно сложно будет там избраться. Потому что там преобладает корпоративное голосование. Как мы знаем, мобилизацию никто не отменял. Второй человек, про который мы уже с тобой говорили, Олег Харахордин, который стал временно исполняющим обязанности Республики Алтай. Это довольно любопытная фигура. Вокруг него много таинственного. Говорят, что этот человек, который выходит из Алтайского края, это соседний регион с Республикой Алтай, он, скажем так, вписывается практически в любую команду. Напомню, что он был очень близок с Владиславом Сурковым. Он попал на работу в администрацию президента, в управлении внутренней политики, которым руководил так далее Говорун. Это союзник сотрудника Владислава Суркова, бессменный. И он ушел также с Сурковым в аппарат правительства. Примерно в это же время, где-то это был 2010 год, насколько я помню, была вскрыта переписка Харахордина, от которой он открестился. И эта переписка была наполнена коммерческими переговорами. Тогда средства массовой информации называли Харахордина впрямую финансовым решалой и всякими другими прозвищами. Но потом Харахордин все эти разговоры прекратил, и никто ничего доказать не смог. Тем не менее, после Владислава Суркова, у которого, кстати, источники мои говорят, обрати внимание, какой расцвет письменного творчества случился у Владислава Суркова в момент его работы с Харахордином. Я говорю, какая связь? У Харахордина прекрасный слог. Ну, вот не знаю, действительно, есть какая-то взаимосвязь, и действительно ли Харахордин мог вдохновлять или наоборот исполнять, так сказать, идеи творческие Суркова. Насколько я это правда, не знаю, но тем не менее, люди, которые работали в тот период с ними, они обратили на это внимание. И, кроме того, после того, как с Сурковым Харахордин расстался, он стал работать с Дворковичем, с Аркадьимом Дворковичем. И сейчас он, член совет директоров ГЛОНАСС, собственно, продолжает оставаться в сфере интересов Аркадьима Дворковичем. Но посмотрим, как он будет работать в регионе. В регионе тоже много, так сказать, интересных моментов. Это регион мест охоты для представителей многих, для многих представителей элит. И Харахордин также увлекается охотой. Там было много несчастных случаев. Да, мы их помним прекрасно. Да, был вице-премьер республиканского правительства Анатолий Банов, с которым связывают Харахордина. Вот он, к сожалению, погиб, так сказать, возвращаясь охотой в Терлецком озере. Это такая была известная трагедия. Вот, и теперь Харахордину предстоит обеспечивать еще и вот такую довольно деликатную миссию, обеспечивать безопасность высоких гостей, которые прилетают в этот чудесный регион. И еще одно назначение, про которое ты сказал, Бату Хасиков, а это, конечно, аплодисменты администрации президента, которая нашла такого чудесного человека. Он уже давно в молодежной политике и занимается именно как наставник с различными молодежными организациями. В Калмыкии ему будет избраться несложно. У него очень хороший там имидж. И, скажем так, он продолжит спортивную традицию руководителей Калмыкии, потому что, напомню, не предыдущий, а еще до него был руководитель известный Керсан Илюмжинов, который долгое время возглавлял Международную Федерацию Шахмат. И, в принципе, конечно, при наличии такого небольшого количества избирателей, Бату Хасикову, я думаю, что будет довольно легко избраться в Калмыкии. А Кремль, соответственно, назначая двух таких, так сказать, проверенных людей на небольшие регионы, будет, ну, сможет, скажем, отчитаться о победных кампаниях. Потому что, напомню, в 2019 году для администрации президента, для Кремля, будет очень важно показать возможности, так сказать, продвинуть своих кандидатов с первого тура. И сказать, что все, так сказать, неприятные случаи, которые мы наблюдали в прошлом году, были, скорее, исключением из правил. Да, абсолютно. Четыре региона были довольно тяжелых. Спасибо. Ирина Нагорных, политический корреспондент Арсия. Спасибо за столь подробный анализ и рассказ о губернаторе Падзе, о том, почему он происходит. Давайте продолжим этот разговор. Нам по скайпу присоединяются два политолога. Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, и Кирилл Мартынов, руководитель отдела политики «Новой газеты». Я приветствую вас обоих. Слышите ли вы студию RTVI? Да, я слышу вас. Здрасте, да. Да, добрый вечер. Я признателен, что вы нашли время пообщаться с нами в прямом эфире. Я знаю, что вы уже давно на связи. Вопрос к вам обоим. Почему сейчас это связано исключительно с выборами, которые приближаются, и почему именно эти регионы? Пожалуйста, господин Костин. Ну, смотрите, если говорить вообще об общей логике замен, понятно, что по истечении срока работы действующего губернатора федеральный центр внимательно оценивает результаты экономические, социальные, смотрит, как обстоит политическая ситуация в регионе, какие есть проблемы, какие есть рейтинги у действующего руководителя, какова оценка его работы населением. И, соответственно, на основании этого принимаются решения, как лучше поступить. То есть, либо же благословить действующего руководителя, либо, соответственно, подыскать ему замену того, кто, может быть, сумеет лучше решать задачи развития территории. То есть, это, иначе говоря, банально на переправе поменять коней, не слишком... Нет, не банально. Тут есть два типа территории. Есть, вот, допустим, вы говорили о Челябинской области, там губернатор формально мог идти еще на один срок. Я напомню, что у нас в 2012 году новое законодательство принято, и, соответственно, по этому законодательству любой руководитель региона может избираться на свой срок дважды. Да, соответственно, если мы говорим о тех руководителях, которые досиживают, дорабатывают второй срок, да, там, говорим о ветеранах, там, о Калмыкии, там, да, соответственно, Республика Алтай, то здесь ситуация еще более очевидная. И здесь, собственно... А время, почему это происходит именно в марте-апреле, ну, соответственно, новым исполняющим обязанностям нужно время для того, чтобы войти в регион, войти в курс проблем, сформулировать, сформировать программу, с которой на эти выборы идти. Согласитесь с тем, что сейчас говорил Константин Костин? Это я обращаюсь к Кириллу Мартынову. Вы знаете, мне кажется, ситуация более проблемная для Кремля. То есть мы, конечно, с одной стороны, мы привыкли к такого рода ротациям, действительно, за последнее время. С другой стороны, последние выборы региональные, как мы все понимаем, закончились совсем не блестяще. И Приморский край – это была такая технологическая катастрофа, на самом деле. Им еще повезло, что, в общем, вторые туры там в разные недели проходили, и они успели сделать из этой технологической катастрофы выводы, я имею в виду, не одновременно в Приморье проходили и в других регионах. Да, и думаю, что сейчас я бы ориентировался на тот анализ, который представлен Александром Кыневым. Фонд «Либеральная миссия» выпустил очень симпатичный доклад сейчас про первый год после президентских выборов. Там довольно много про внутреннюю политику вообще. И вот Кынев, в частности, пишет про ситуацию с региональной политикой, с этими ротациями губернаторов. И тезис заключается в том, что, ну, как бы у Кремля в каком-то смысле слова, то есть по-прежнему понятно, что Кремль очень там единственный политический игрок, который у нас остался в стране, все остальное поле зачищено, но при этом там сталкиваются с очень довольно очевидной проблемой, потому что те руководители регионов, которые сидят долго на своих местах, они теряют возможность постепенно выигрывать выборы и отчитываться перед избирателями какими-то своими достижениями. Найти какого-то там, не знаю, преемника демократическим путем или при помощи передачи полномочий от одного губернатора к другому тоже не представляется возможным. Поэтому управление регионов фактически пришло к такому методу поиска кандидатов. Вот по всей стране администрация президента ищет каких-то кандидатов, находит их, пробует их на этой должности в таком экстренном режиме. Очень часто это варяги. И вот сейчас они в последней цепочке назначения, они этой ошибки постарались избежать, но предыдущие назначения исполняющих обязанностей, они совершенно никак не ориентировались на генезис этого человека. Да, вопрос опять же к вам обоим. Не кажется ли вам, что это довольно рискованный шаг, действовать по предыдущей схеме за несколько месяцев до выборов, увольнять действующего губернатора, ставить нового, чтобы он за эти месяцы до кампании набрал какой-то политический вес, при том, что эти люди не очень большой политический вес в своих регионах изначально имеют. И как раз учитывая опыт Приморья и других регионов, где пусть не так, как в Приморье, но тоже не так просто были избраны губернаторы, а где-то были избраны губернаторы от парламентской оппозиции, поступать так же, как и прежде, в изменившейся ситуации, в каком-то смысле большой риск. Нет, Константин Костин? Мне кажется, в 2019, если мы говорим про 2019 год, я думаю, что существенного риска нет. И мне кажется, все кандидаты, о которых мы сегодня говорим, они имеют неплохие возможности выиграть выборы. Даже, я бы сказал, хорошее, если мы говорим о Олеге Харахорде на Алтае, если мы говорим о Калмыкии, Челябинск, там, конечно, у Текслера задача посложнее, учитывая тот высокий уровень конфликтности элит региональных, и дело там не только в магнитке, о которой говорил Ирина Нагорных, там, в общем, действует большое количество общенациональных компаний на территории региона, и там, в общем, в совокупности людей работает тоже не меньше, и у них, в общем, тоже есть какие-то вопросы, претензии, там, нерешенные противоречия, да, поэтому там, конечно, ситуацией надо очень плотно заниматься, но мне кажется, что, опять же, новый человек, у которого нет антирейтинга, у которого есть доверие президента, у которого есть хороший опыт работы, а на федеральном уровне, да, он, в общем, может достаточно успешно эти задачи решать. А это по-прежнему работает? Доверие президента по-прежнему является таким безупречным фактором? Я считаю, что доверие президента является очень хорошим, очень важным стартовым условием, которое, конечно же, позволяет выстраивать там новые межелитные конструкции, там, договариваться с элитами, да, это, на мой взгляд, крайне важно, если говорим мы вообще в целом о том, что такое у нас успешный губернатор, да, у него должно быть три качества, да, во-первых, он должен быть, конечно же, грамотным управленцем, он должен управлять хозяйством региона, улучшать, так сказать, развивать экономику, социальную сферу, второй, он, безусловно, должен быть политическим лидером, который может как раз выстраивать вот эти сложные межелитные конструкции, консолидировать вокруг своей программы, вокруг своих действий, как элиту, так и жителей, и третий, он должен быть эффективным лоббистом территории. Сейчас запускаются национальные проекты, совершенно очевидно. Я понял, Константин, да, мне хотелось бы успеть услышать мнение Кирилла Мартынова тоже. Ну, про Тарасенко всем понятно, что там получилось, там было доверие президента, публично жал руку и так далее, это можно не повторять, давайте вспомним, как Кожемяков выборы выигрывал, это была вторая уже, вторая версия, да, такого доверенного лица президента, облеченного суперполномочиями, который постоянно делал заявление, что у Приморья теперь будет совершенно уникальный статус, потому что он напрямую, на прямой связи с центром всегда, и в итоге для того, чтобы выигрывать эти выборы, Кожемяке понадобилось просто снимать всех своих конкурентов. Туда сначала отправили всех спойлеров, которые плохо лежали на федеральном уровне, во главе там с этими фейковыми коммунистами, вот, а потом просто сняли единственного оппозиционного кандидата, который выиграл выборы в сентябре. Поэтому утверждать, что вот это все просто работает, ну, мне кажется, очевидно, что это не работает, это уже, когда это один раз не сработало, мы все видим, что эта технология не работает. Отвечая на ваш вопрос, почему, тем не менее, Кремль ее использует, потому что у них нет другой технологии, мне откуда брать губернаторов, они не могут их вырастить естественным путем, как политика, которую представляют люди, за которого люди голосовали сначала на муниципальном уровне, потом на мэрском. Тогда, следуя вашей логике, это, по сути, я прошу прощения за не слишком парламентское выражение, это называется наступать на одни и те же грабли. Ну, если у вас просто вся дорога из этих граблей состоит, просто откуда еще можно брать губернаторов? Вот просто логическим способом, если перебрать все возможности, как нормальный губернатор появляется? Вы просто проходите этапы политической карьеры, вас знают люди, уважают вас, голосуют, вы побеждаете на выборах, в итоге становитесь губернатором. Ну, так везде это работает. Губернатор прошел все этапы, да, голливудской карьеры и очень успешно избрался. Не поработав в своей партии, даже активистом. На самом деле, нет такого общего подхода. Губернатор должен получить экономический опыт. Ну, если это все Шварценеггеры, тогда... ...руководят своим писателем. У него не обязательно быть политиком. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, у нас, к сожалению, время наше подошло к концу. Я признателен и благодарен вам обоим. Надеюсь, что у нас будет возможность, уверен, что будет возможность продолжить эту дискуссию в таком составе. Еще не раз в эфире РТВА, мы рады слышать все точки зрения. Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. И Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Мы говорили о предстоящих губернаторских выборах и отставках губернаторов. Спасибо вам.